Аминь, вы можете присесть. Хорошо, какая буква здесь на экране? Ай-эн, ков, бейт, и как это все произносится? Хакев — это часть Торы, которая называется «становиться» или «быть кем-то». Также она означает «если». То есть, например, есть такие места в Библии, говорится, «все придет и исполнится, если вы послушаете Слово Мое». Или же из-за того, что вы послушаете Слово Мое. То есть, из-за того, если вы соблюдаете Мои заповеди, Бог Господь в милости Своей не сойдет на вас. Друзья, я хочу, чтобы вы это увидели, что это все в Торе написано. О том, что Бог будет держаться Своего заповеда с милостью. Много раз, друзья, люди думают, что Старый Завет — это только закон, и Новый Завет — только милость. Нет, друзья. Была милость и любовь также во всех заветах, в обоих заветах, друзья. Вопрос в том, хотели бы вы жить в месте, где нет законов? Конечно же, нет, потому что любовь может ворваться в ваш дом, убить вашего соседа. Кто хочет жить так? Теперь, посмотрите на Битие 3.15. Говорится следующее. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Здесь слово, которое называется буквально «пята». И «пята» говорит следующее, что «оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». То есть, даже мы же читаем, что когда выходили два брата и рождались в Якову, старший брат, его держал младший брат за пяту. И Яков, Яков, он держался сильно и мощно за пяту. Но вот что интересно, друзья, слово «яков» или «акев», они очень похожи. Если вы возьмите «акев» и добавите еще одну букву «ю», это «яков», то есть буквально оно означает слово «яков». То есть, Яков, он использовал свою руку и схватил пяту. Опять же, он был сильный, и он показал свою мощность из-за того, что он держался за своего старшего брата. Но мы знаем, что найнижшая часть нашего тела — это пята. Ничто не идет ниже, чем пята. Интересно, друзья, в том, что наша пята — это первая часть нашего тела, которая ударяется в землю, когда мы падаем. Поэтому, очевидно, наша пята, даже если они ниже, чем все, пята все равно имеет огромную часть в том, что она позволяет нам стоять. Если мы не можем ходить, тогда как будет наша жизнь? Нехорошей будет наша жизнь, понятное дело. Поэтому, что важно, это то, чтобы наша пята была на правильном пути, чтобы мы ходили в Божьем пути, друзья. Поэтому, если мы думаем, когда мы думаем о нашем хождении в Боге, мы должны делать то, как Он повелевает, и это все хорошо, друзья. И поэтому это важно, чтобы мы все ходили в Божьем пути, любили Его нашим телом и всем нашим существом, друзья. Позвольте мне вам показать одну картинку здесь. Здесь у нас есть змея, скорпион. Они идут и хотят атаковать пяту, правильно? И мы должны их разрушить, их головы. Давайте мы послушаем. Луки 10, 19. И вот я даю тебе силу ходить над змеями и скорпионами. И даю тебе силу над врагом, и ничто тебя не коснется, и ничто тебя не ранит. Видите, вот, друзья, змеи и скорпионы, что они атакуют? Они атакуют нищую часть тела, пяту. Сатана хочет атаковать твою пяту, потому что он не хочет, чтобы ты ходил. Но мы ходим в Божьих путях, и если мы ходим по Божьим путям, тогда мы в безопасности, друзья. Теперь, есть люди, которые неправильно это принимают, да, и они думают, что, о, если мы будем поднимать какие-то там вещи в воздух, тогда никто нас не атакует, никакие змеи нас атаковать не будут. Друзья, давайте мы будем читать Библию, вместо того, чтобы сами придумать такие вещи, друзья. Теперь, давайте мы посмотрим, как все это происходит, да. Из Эзекииля, 2 глава, с 3 по 6 стих, да. Мы читаем, Бог и вы через Эзекииля, человек, сын человеческий, я посылаю тебя к Израилю, нации, которая бесконтрольна, и они, их родители, были греховны передо мною, их сердца были каменистые, я тебя посылаю к ним, и скажи им слова Божии, и они должны услышать тебя, потому что они люди, которые не хотят контроля, и они должны увидеть, что есть между ними пророк, и ты, сын человеческий, не бойся их или же их языка и их слов, даже если их слова могут ранить кого-то другого, ты должен быть не волноваться. То есть, друзья, здесь в Библии людей сравнивают с скорпионами, друзья. У них, у них, сколько гнева, сколько грязи, друзья. Но мы не должны бояться их слов, друзья. Весь вопрос в том, как мы поступаем, да? Когда сатана, он, когда сатана, он атаковал Иешу, что он делал? Он атаковал его через слово. Друзья, это очень важно. Это очень важно, друзья. Чтобы вы понимали, война проходит духовная, духовная, а не физическая даже. Мы считаем Матфея. Матфея говорит следующее, Иисус говорит, вы поколение змеиное. То есть, здесь он говорит о змеях и о скорпионах. Он говорит о людях, которые беззаконные. Когда они говорят какие-то слова к вам, не бойтесь их, потому что вы имеете больше силы. Сила, которая из Торы. посмотрите, Малахи 4 глава. Дни придут, когда будет все как в огне, когда нечестивые будут наказаны и будут все сожжены. И Господь Великий не оставит ничего плохого, но для тех, которые боятся Моего имени и стоят подо Мною и под защитой Моей, будут благословены. Была женщина, которая имела проблему с кровотечением, и она только едва его торкнулась и исцелилась. Была у нее вера, друзья дорогие. Но Библия говорит, что вы будете идти и прыгать мощно, вы будете разрушать нечестивых, и они будут как тленный порох перед вами. Говорит Господь Всемогущий. Поэтому как маленькие как маленькие вот стрибунщики, да, вы будете, мы будем буквально прыгать и разрушать дьявола, друзья. Поэтому все, в чем все заключается? Все заключается в Слове Божьем, друзья. «В день, когда я приду, вспомните Тору, вспомните Моисея, как я заповедовал ему все это». Друзья, мы это должны все помнить. Мы должны помнить Тору. Библия говорит, что ее семья будет стоять над змеей. Интересно тоже, друзья, что мы должны разрушать дела чмы и греха. Дьявол, мы читаем в другом месте в Библии, что дьявол, он спускал в воду за женщиной, чтобы ее поглотить и ее утопить, друзья. Но дьявол, он получил разруху и пошел в атаку с женщиной и ее семьей. И кто есть поколение ее семьи? Это люди, которые хотят держаться Слово Божьего, идти за Ишуей. Много людей знают о заповедях Ишуи, но они не соблюдают заповедей Божьих. Много есть таких людей. Но, друзья, вопрос в том, что здесь говорится о семени, о детях, о поколениях, о наследии. Мы читаем дальше в Луки 12 главе 34-39 стих, где ваше сокровище есть, там и сердце ваше будет. Сколько из вас имели что-то, что вы очень-очень заботились? Либо это было золото или серебро. Что вы делаете с вещами, которыми вы очень-очень заботитесь? Да? Вы уложите их в сейф или в волт, или вы их держите там, где никто не может их забрать. Правильно? Теперь посмотрите. Библия говорит, что где ваше сокровище, там и сердце ваше будет. И вопрос в том, чтобы Библия говорит и призывает нас, чтобы мы держали, держали так, чтобы наш свет, он сиял. Сиял. Поэтому, друзья, будет скоро Царствие Божие и будет скоро великое церемония свадьбы. И важно то, что избранные будут на свадьбе, друзья, и не придут туда. И Библия говорит, что благословены те верующие, которые смотрят и которые ожидают и которые остаются верными. Благословены те. Потому что, когда придет когда же придет великий великий будущий муж жены и ударяет и открывается, чтобы быть вместе с нею, друзья, она должна быть готова. Великая свадьба будет происходить, друзья. Поэтому мы не должны позволить никакому иному человеку, никакому иному злодею прийти и разбить нас, друзья. Также Библия об этом напоминает. Мы считаем дальше Малахии. И вот я присылаю вам пророка Илью, который предскажет приход Божий. Я верю и, друзья, что Илья будет одним из двоих этих великих свидетелей. Знаете почему? Если мы видим слово Акев, Аин означает 70, Куф означает 100, Бей означает 2, и Заповед означает 172. И пята 172. Пята она убивает змею. Но пята также нам объясняет о десяти заповедей, да? И вы знаете, что интересно, что в одном месте в Библии есть 172 слов, которые сопоставляют всю заповедь на еврите. То есть число слов то же самое, как буквы, которые описывают пяту. Очень интересно, друзья, поэтому очень важно, чтобы мы помнили, что мы должны соблюдать весь закон. Весь закон это один закон, который имеет секции, который имеет разделение, который имеет части. И мы не можем разрушить части и сказать, о, я буду идти и соблюдать эту часть или эту секцию и все. Нет, мы должны соблюдать весь закон полностью, друзья дорогие. Библия призывает нас, чтобы мы шли и победоносно соблюдали призвание нашего Бога. Бог говорит, чтобы вы помнили, помнили путь истины, которому ваш Господь учил вас еще в пустыне. И какое всего предназначение всего этого для вас? Это чтобы показать вам, доказать вам, что в вашем сердце, чтобы вы держались его за поведение, чтобы проверить вас, будете ли вы ему послушны. Он вас уничижает, он позволяет вам быть в нужде, для того, чтобы вы прошли победоносно, чтобы он сделал вас сильнее. Друзья, помните, что человек не будет жить только одним хлебом, но человек живет всем словом, которое нисходит от Господа Бога. А вы знаете, что от него исходит? Это хлеб, друзья, очень важно для всех нас, чтобы мы помнили, что Божье Слово это жизнь для нас, и Его Слово нисходит только для жизни нашей, друзья. Поэтому очень важно, друзья, очень важно, что Божье Слово всегда приходило из Его трона, друзья, и Тора нам объясняет это все на чистоту. Поэтому Бог здесь проверяет людей своих, чтобы они верили Ему. И вот в этом же есть тест, проверка. Вопрос в том, хотите ли вы иметь свободу со всеми нужными вашими удовлетворительными, или же вы хотите, чтобы вся ваша жизнь была под контролем Египта. Хотите ли вы, чтобы Америка контролировала каждую часть вашей жизни, или же вы хотите иметь свободу. государство хочет дать каждому 2000 или 3000 долларов в месяц, чтобы все были под контролем государства. И это случилось во время Иосифа также. Все хотят одну зарплату и все, чтобы все было хорошо, и чтобы государство все контролировало, вместо того, чтобы быть свободным и радостным тому, что вы имеете. это то же самое происходит, история себя повторяет много раз. И вот люди хотели всего этого, друзья. Но знаете что, мы должны прославить Бога после того, как мы едим. Не только до того, как мы будем есть, мы должны прославить его после того, как мы съели. Почему это так? Чтобы мы не забывали Божьих благословений. Кто славит Бога, когда вы толстые и благодарные, да? Мы ищем Бога, когда все распадается, но когда все хорошо, мы забываем о нем и оставляем его в стороне, друзья. Я думаю, что мы должны благодарить Бога после каждой духовной битвы, друзья, потому что Бог хочет дать нам полностью свой духовный дар и еду, друзья. Второзаконие мы читаем следующее. Вы будете заповедям моим слушать и повиноваться, когда Господь приведет вас в добрую землю и даст вам заповед свой, в землю, которую я вам обещал для вашего же благословения. эти семь частей, которые очень важны для нас, чтобы мы понимали и помнили, дорогие друзья. И мы читаем второзаконие, да, в том, чтобы мы благодарили Бога за каждое даяние в жизни нашей, чтобы мы не забывали Слово Божие, друзья. И мы находим это в второзаконии восьмой главе с 11 по 16 стих. Внимайте, чтобы вы не забывали Господа Бога вашего. Как мы забываем Бога? Когда мы не соблюдаем Его заповедей, тогда мы Его забываем, друзья. Мы должны избирать царя нашей жизни. Будем ли мы царем нашей жизни, или будет Христос царем нашей жизни? Библия говорит, до поры до времени, пока вы наелись и построили домы и приумножили все, что у вас есть. Что произошло с вашими сердцами? Они утвердились, и вы не захотели Бога. И Он отдал вам египтянам. И были потом вы посланы в тюрьму. И в этом же есть разруха. разруха, друзья, есть, когда люди не с Богом. Но Бог хочет обрезать ветви, хочет обрезать все, чтобы мы росли. И Бог говорит, что через мою силу я вас вывал из Египта. В этом же есть сила. Это очень великолепная история. Мы читаем, мы слышим о всех этих великих актерах, известных людей, у них есть все богатство, но они разводятся направо-налево, потому что деньги не важны. Все, что важно, это отношения, друзья. Отношения очень важные. Но Бог дает все. Бог дает силу, друзья, дорогие. Бог тот, который дал всем все. И вопрос там, как мы заботимся о наших дарах, о нашей свободе, о всем, что мы имеем, друзья. Это очень важно, чтобы мы понимали. Поэтому библейские послания, которые сегодня проповедуются о том, чтобы все было хорошо и все было замечательно, друзья, как это все правда, как может быть это правда? Это неправильно, друзья. Мы видим в Второзаконе 9 главе, говорится следующее. Не говорите в вашем сердце о Боге, что Бог вывел все эти людей из вашей жизни. Теперь мы чисты из-за этого и мы святы из-за этого, потому что это все наше достижение. Нет. Бог говорит, что это из-за того, что вы стали высокономерными и из-за грехов, которые были в этих нациях, которые хотели вас атаковать. Я забрал их от вас. Но если вы будете не слушать меня, тогда и вы будете в плену. Библия нам говорит, друзья, поймите, что Господь Бог не только дает нам эту землю из-за того, что мы какие-то святые, да, или такие хорошие, да. Друзья, это очень важно, чтобы мы это помнили. Потому что так мы будем иметь благословение, друзья. Мы должны помнить, что Бог нас не оставит. Мы считаем второзаконие 10 глава, 12-13 стих. Видите, вот здесь, да, очень интересная вещь. Это здесь говорится о Божьем законе, да, о Божьем законе. вопрос в том, что хочет Бог от вас. Хочет, чтобы вы просто шли за Ним, чтобы вы любили Его, чтобы Ему служили всем вашим сердцем, всей вашей душой. Это очень важно, чтобы мы это исполняли, дорогие друзья. Понимаете ли? Вопрос в том, чтобы мы держались заповедей Божьи. И в этом же есть добро для всех нас, когда мы следуем Его заповедей. Но, как я уже сказал, друзья, если у вас есть сокровища, вы всегда хотите их поставить в какой-то сейф. Знаете ли, друзья, Бог имеет сейф также. Мы считаем в Висайи. Господь, Он великий, Он величайший, Он наполнит Зион, правдостью, чистотой, святостью и полнотой радости. И страх Господний производит любовь и радость и мир. В другом месте говорит Библия, что Бог откроет Свою сокровищницу в небеса, чтобы дать вам благословение и дождь на вашу землю, и вы не будете в нищете. Друзья, то есть, у Бога есть сокровищница. Другое место в Таразаконе мы читаем о том, как великолепно здесь описывается Бог. Бог Твой, Он Господь Господствующих, Он великий над всеми, Он всемогущий над всеми, Он великий Господь, Который всегда будет судить праведно. Почему Бог никогда не может быть подкупным? Почему? Потому что Он не нуждается в подкупе. Если Ему нуждается в золоте, Он говорит, золото, приди сюда. И Он приходит, друзья. Естественно, то, что Бог Он великий, Он величайший, да, Он приходит на сцену, да, и Он внезапно себя уничижает, он внезапно себя унижает, Он в любви это делает, друзья, в любви. Он показывает чистоту и праведность всем людям, которые нуждаются в этом. Бог, насколько будучи великим, Он не заботится о своем величии настолько, да, не, Он заботится о вдове, Он заботится о людях в нужде, Он себя открывает другим людям. Слышали ли вы о одном человеке Рави Сек из Англии? Этот Равей, он был величайший, один из хороших людей, которые проповедовали, и он говорит о том, что величие Божие приходит с уничижением и с милостью, да, и от доброты к людям. Мы законе одиннадцатая глава. Бог говорит, что землю, которую будете вы иметь, она не как египетская земля, с которой вы вышли, где вы сели ваши семена и поливали их. Что это означает? Поливать семена вашими ногами. Что это означает? То есть, из вашей ноги выходит вода или что? поливать землю ногами это означает, что они должны иметь пять галлонов воды, идти в реку Нил, вернуться обратно и поливать свои посевы. То есть, они ходили своими ногами. Но Бог говорит, что в землю, которую вы войдете, там вода, она приходит из неба. Вы не будете нуждаться в том, чтобы идти далеко и принесить воду. Потому что глаза Господа Бога вашего, они всегда над вами до конца всего мира, до конца всего года. То есть, в Египте, друзья, у них не было дождя, но здесь, в земле уже израильтянской, климат был другой, у них была вода, друзья. Посмотрите теперь, в другом месте, второзаконии, мы считаем следующее. Если вы будете меня уважать и идти за моими заповедями и любить Бога всем сердцем своим, всей душой своей, тогда Господь даст вам дождь на вашу землю в сезон свой, чтобы вы могли собирать ваши посевы и чтобы вы могли иметь еду для вас и для вашего скота. Заботиться о том, чтобы ваше сердце не было разрушенным и чтобы ваше сердце было чистым. Почему? Потому что гнев Господний сойдет на вас, если вы этого не сделаете и не будет вам дождя, и не будет вам плода от земли, и вы не получите землю, которую Бог вам дает. Вы знаете, что это означает, друзья? Это означает, что есть перемен в климате, и это он зависит от повеления Бога, а не от коров в поле. Друзья, Бог, он будет к нам относиться сопоставительно того, если мы его слушаемся или не слушаемся, друзья. Мы видим, друзья, и мы читаем, друзья, дорогие, что когда больше, чем три года нету дождя, приходят великие проблемы, друзья. Мы читаем дальше в Второзаконии. Если вы будете делать все заповеди правильно и любить Бога вашего Творца, ходить в Его путях, идти за Его повелением, тогда Господь будет идти к вам навстречу, и Он будет любить вас, и Он будет заботиться о вас. И каждое ваше движение будет в силе Божьей. Библия говорит, что друзья, вы будете идти по земле, которую я вам дам, в которой будет защита ваша. Друзья, и все будут вас бояться, потому что Бог с вами. Я хочу вам сказать следующее. Я хочу открыть Иоанна 13 глава. Библия говорит следующее. Вы должны знать путь, но и куда я иду, Иисус говорит, но и мученики говорят, мы не знаем, куда ты идешь, но Иисус говорит, я есть путь, истина и жизнь. Путь, истина и жизнь. Множество людей не знают, что есть написано Тора, а есть Иисус, который Он живая Тора. То есть интересно то, что Тора тоже есть путь, истина и жизнь. Я вам докажу. Посмотрите на Псалмы 118, да? Благословены те, которые чисты и ходят в пути Торы. Закон Божий. И что есть правда? Посмотрите в Псалмах 118. Ваша чистота идет от Торы, и Тора это правда. Но, а что насчет жизни? Ну, закон Торы в том, что Тора является истинною и правдой и святостью от Христа, друзья. Теперь давайте мы посмотрим другое место. Исаии 49. Говорится о том, когда семь дней комфорта, да, в жизни людей. Возрадуйтесь племена, возрадуйтесь люди, потому что Господь даровал свободу своим людям. Господь, Господь, люди отвернулись от Бога, но Господь не забывает, как мать не забывает своих детей. Бог говорит, вот я написал вас на моей ладони, я не оставлю и не покину вас. Друзья, вопрос в том, если вы не хотите забыть что-то, вы берете, да, вы берете ручку и пишите на руке. Вопрос в том, что Бог не только написал наши имена на своей руке, Он их вырезал буквально. Вот настолько Он любит нас, друзья дорогие. Библия говорит, слушайте меня и Слово Божьего, посмотрите на то место, откуда вы вышли. Вопрос в том, друзья, сколько у нас здесь католиков в прошлых. Кто есть камень? Это Петр, правильно? Но дело в том, что Петр, он не камень. Кто есть камень, друзья? Мы знаем, что Мессия является камнем, но кто есть камень? По Библии есть, какому пониманию, да? Библия говорит, посмотрите на камень, из которого вы были взяты. Здесь говорится о том, что камень это Авраам, что Бог его благословил, Бог его провел, и во всем было сделано Слово Божье. И в конце мы читаем о том, что мы должны услышать, слышите, люди, моя нация, что Тора это закон Божий, нисходящий от меня, и вы должны соблюдать его для святости вашей жизни. Поэтому, друзья, Бог призывает нас, чтобы мы соблюдали его заповеди, друзья. Божье повеление для того, чтобы мы любили Бога. И Тора, она является светом. Светом. Тора — это свет, друзья, дорогие. Давайте мы теперь встанем. Мы помолимся, мы отдохнем немножко, и потом мы закончим. Господь, благодарим Тебя за Тую Тору. Мы хотим Тебя превознести. Ты доставил для нас благословение Своё. Благодарим Тебя, Господь, за всех людей, которые смотрят нас по всем штатам Америки и по всему миру. И мы посвящаем Тебя, мы посвящаемся Тебе, всю Тору даем Тебе. Мы благодарим Тебя за всё. Боже, благодарим Тебя за даятелей, за людей, которые жертвуют, Боже, для того, чтобы мы могли продолжать дарить Тору для наций. Аминь. Благословен Ты, Господь наш, Создатель мира всего и вселенной. Ты благословил наш Твою Торою правды. Ты благословил нас всем изучением Твоего Слова живого. Через силу Духа Твоего мы имеем Ищу Мессию, как Мессию. Ты дал нам величную жизнь. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Друзья, теперь давайте передохнем. Аминь и Аминь. Наш Господь Царь, благодарим Тебя за то, что все приходит в Твою полноту. Мы доверяемся Тебе. Ты реально заботишься за нас. Ты являешься пастором нашей души. Ты хочешь, чтобы пасторя заботились за своих овец. И теперь, Отец, мы молимся за всех, за кто-либо, кто имеет какую-либо физическую боль, недостаток, болезнь. Либо это будет физическое, либо ментальное, либо менталитетное, либо в разуме. Боже, просим Тебя, выйди навстречу. Мы молимся за всех, которых мы знаем, чтобы Ты защитил их. Может быть, нуждается в машине, в доме, в еде, на столе. Боже, выйди навстречу, помоги, потому что мы знаем, что Ты заботишься, Ты волнуешься, Ты любишь нас, Ты наш царь. Господь, мы поднимаем нашу нацию перед Тобою, всех наших лидеров, чтобы они всегда, чтобы они все вернулись к Тебе, к Тебе, Боже, чтобы было просветление, чтобы была свобода нашей нации. Мы хотим быть нацией, которая идет за Тобою. Господь, мы поднимаем также нацию Израиля, Ты видишь, что там происходит сейчас. Мы молимся, чтобы Твои ангелы вошли в их жизнь и дали им просветление, Боже. Во имя Ишуи мы молимся, аминь. Аминь и аминь. Теперь, как мы начнем читать песню песней, я хочу вам сказать следующее. Не слушайте других людей, которые говорят, что мы не поедем в Израиль, потому что мы поедем в Израиль. Но если вы не хотите ехать и уже записались, это все для вас, друзья. Я всегда буду за то, чтобы ехать туда. Поэтому, друзья, мы поедем, что-то может произойти, и мы потом может быть не поехать. Но сейчас в это время все выглядит позитивно и мы сможем поехать. Все выглядит возможно, друзья, к нашей поездке. Поэтому все стоит правильно. Поэтому помните это. Только слушайте мне, когда мы говорим о том, будем ли мы отменять или не отменять нашу поездку. Хорошо? Теперь готовы ли вы? Мы начнем песню песней. И никто не знает, кто написал песню песней. Это не песня песней Соломона, окей? Не его. Песня песней 1.1. Интересно то, что песня песней могла быть написана для Соломона или к Соломону или же о Соломоне. Но мы не знаем, кто написал ее. Много людей думают, что Соломон написал ее, но я так не думаю. Но почему я хочу, чтобы вам объяснить, да? Чтобы понять песню песней, сколько раз это все объясняется неправильно, во сколько многих церквей. Друзья, мы должны понять, что Соломон он не хороший человек, так как мы понимаем, тогда нам намного легче понять эту книгу. Одна из вещей, что мы должны понять, это то, что мы должны знать, кто говорит здесь. Если мы не знаем, кто говорит, тогда это трудно понимать. Плюс есть неправильные переводы на английском языке, которые не помогают вообще. Но лучший способ это понять, это подумать об этом, как это все происходит, да? Поэтому сейчас мы посмотрим на книгу Псалмов, как драматическая постановка в шесть постановок. Первая постановка, вы можете записать все эти стихи, да? Первая постановка начинается в первой главе со второго стиха и по вторую главу седьмой стих. Здесь есть раздвоение умов, раздвоение видений и раздвоение мыслений. Друзья, интересно то, что люди много раз впадают в глубокие сны. Вторая постановка, это вторая глава с восьмого стиха по третью главу пятый стих. Здесь призывается пастор на работу, но он опять же падает в сплячку. Потом третья постановка, она идет с третьей главы по пятую главу. Здесь начинается женщина, она ищет ее жениха и она еще раз впадает в дремлю и спит. Четвертая постановка, это с пятой главы по шестую главу мы здесь видим чистое покаяние ее, этой женщины. И она наконец-то кается. И мы считаем в пятой постановке, где она работает уже над посевом и над плодами посева ее, и потом уже идет спать. И потом мы читаем шестую постановку с восьмой главы по конец восьмой главы. Мы читаем о том, что эта женщина уже заботится о других и у нее уже есть уши для того, чтобы слушать других людей. Вопрос в том, кто здесь участник этой постановки, да? Теперь, во-первых, у нас есть царь Соломон и его антараж. Мы все знаем царь Соломона, у него есть армия людей, которые ему повинуются, его окружают. И кто следующий, да? У нас есть пастыр, да? Пастырь. не немецкая овчарка какая-то, но пастырь. И также есть пастырь, его жена или же его невеста и ее родители. И другие люди в этой постановке есть дети Иерусалима. И вы знаете, что интересно, что песня песней, она написана для детей Иерусалима, да? Это будет очень интересное послание. Мы все понимаем, что Бог нас сравнивает с животными, например, с рыбою, с овцами, вот с таким, да? Но мы сегодня посмотрим на нас с точки зрения овцов, да? язык Ииля пишется следующее. Бог говорит, вы являетесь моими овцами, овцами моей Пасхи, и я ваш Бог, я ваш пастырь. Поэтому, я не знаю, если вы это знали, Бог, он наш царь, он был нашим царем, друзья, и он также всегда был назначен пастырем и царем также, друзья. Мы считаем дальше, Псалмах 40 глава, не 40 глава, 79 глава, и говорится о том, что вы будете моею пасхою, и я буду за вами следить, и я буду за вами заботиться, и я буду вас охранять. Мы все знаем Псалм 23, который говорит, что Бог мой, мой защитник, я ни в чем не буду нуждаться, он меня вводит к водам тихим и приводит меня в полноту своего слова. Друзья, посмотрите на Битее 49 глава, да, там говорится следующее, «Его сила и сила руки была от Бога, и Бог был его пастырем, он был помазанником». Здесь Яков говорит, что Бог его пастырем, он его признает пастырем, друзья. Теперь следующее, Бог, который поставил пастырей над его овцами, он хочет, чтобы пастыре годовали приготовили еду и кормили своих овец, друзья. Библия говорит также, что Сын Человеческий проповедовал к овцам Израиля и говорил правду, и он говорил, что горе тем пастырям, которые не идут правдиво и неправдиво соблюдают законы Слова Божьего, друзья. И что было сказано Петру три раза? Иисус сказал ему «Заботься о моих овцах, заботься о моих овцах и заботься о моих овцах». То есть, три раза было ему сказано. Бог сказал, чтобы заботились о его овцах, о его народе, друзья. Очень важно, чтобы пастыря это делали. Вы знаете, что Бог сказал Натанаилу насчет Давида, когда он хотел построить Божий дом? Давайте мы посмотрим первый царство. Иди к моему Давиду и скажи ему, что ты не построишь мне дом. Я не жил в доме с того момента, когда израильтяне вышли из египетской земли. Я только был в шатрах с одного места до другого. Когда я хожу где-то, всегда я был в шатре. Я же тебе назначаю, чтобы ты, как пастырь Давид, чтобы ты заботился за моих овцах. Но я взял тебя из поля, где ты поставил царем. Бог видел, что Давид заботился о овцах, и он был поставлен царем, друзья. И много раз некоторые цари, они становятся диспутными, они становятся распутными, они становятся жестокими. И Давид, он имел сердце пастыря. Он имел сердце пастыря. И потом он стал царем. Соломон был царем, но он никогда не был пастырем. У него не было тренировки пастыря, у него не было сердца пастыря. И в книге песни песней мы увидим есть битва, которая происходит между в голове женщины, что она выбирает, старается выбрать между Соломоном и пастырем. Соломон, он был рожден совсем, у него было все. У него никогда не должно было, ему никогда не должно было волноваться ни о ком. Он только заботился о себе. поэтому в первой главе песни песней вы увидите такая есть битва между женщиной, которая хочет выбрать Соломона, который не является пастырем, или же другим пастырем, который является правильным. То есть, друзья, вопрос в том, кого мы выбираем в нашей жизни. Мы не можем заставить кого-то любить нас, друзья. Это история Бога, как пастыря, который хочет, чтобы Израиль вернулся к нему, чтобы они вернулись к нему добровольно. Он не хочет быть царем, который просто их будет всегда унижать и атаковать, да? Друзья, государство должно заботиться о своих людях и также давать свободу. Поэтому, давайте мы посмотрим Хосеев, книга Хосеи, говорит следующее, где ваш царь теперь, чтобы вас спасти и ваши судьи, чтобы вас спасти от разрухи, которая идет на вас. И Бог говорит, что я дал вам царя в гневе своем и в моем недоумении, я дал это все вам из-за того, что вы не захотели меня. Друзья, вся эта книга говорит о том, как невеста, она хочет решить между земным царем или же небесным царем, чтобы кто из них хочет принять пастырем, земного царя или небесного царя, друзья. Мы смотрим второе царство, говорится следующее, люди приходят к Самуилу и говорят, ты старый, твои сыны не идут правильно перед Богом и ты неправильно ходишь. И Самуил говорит следующее, послушайте глаз людей и все, что они говорят вам, они не отошли от от правильного пути. То есть вопрос в том, друзья, в песне песней говорится о том, что Бог милостив к человечеству и Он не хочет, чтобы цари были великими патриархами, которые не слушаются Бога, друзья. Люди, они забывали за Бога, они забывали Христа, они не слышали Христа, друзья. И Бог хочет, чтобы они шли за Ним. Представьте себе, царь царей, всемогущий Бог. Если кто бы сказал ему, я не хочу тебе Бог, Бог мог разрушить такого человека, но мы имеем настолько любящего Бога, что даже когда люди его отвергают, он все еще любит их, все еще дает им возможность время за временем, чтобы мы были спасены. Представьте себе, насколько добрый Бог. Сколько раз такое, друзья, что у нас есть такой добрый Бог. Поэтому посмотрите, что происходит. Мы читаем дальше в Библии. Самуил говорит людям, посмотрите, если у вас есть царь, он будет поднимать налоги, он вас обложит налогами, он заберет ваше добро, ваши плоды, и он дальше им исчисляет все, что случится с ними, если они изберут человека, как пастыря, как царя. Но люди все не захотели слушать слова Самуила. И они говорят, не, мы хотим царя, мы хотим царя над нами, как другие нации, чтобы он нами управлял. Друзья, я думаю, это одна из величайших историй, которая вообще полной трагедией, друзья. Опять же, вся история всего, что происходило, да, в Песне Песней, это буквально пророческие слова, слова того, пророчества о том, как невеста, она строится, как она становится лучше, как она улучшается, друзья. Сколько людей сегодня говорят, Боже, спаси меня от ада, я не хочу идти в ад. И потом, друзья, мы становимся постарше, мы понимаем, что мы не хочем идти в ад не из-за того, что мы боимся ада, но из-за того, что мы любим Бога, друзья. Поэтому невеста здесь, которую мы видим в Песне Песней, она понимает, что царь, который, земной царь, у него нету полноты и свободы, друзья. И невеста, она не хочет ничего, кроме того, чтобы пастырь был с нею, друзья. Поэтому Соломон, мы видим здесь, что Бог, он открывается и он хочет, чтобы невеста избрала правильно и она шла за небесным царем, а не за земным царем, дорогие друзья. Здесь в истории мы даже понимаем, что царь Соломон и пастырь, истинский пастырь, это не одна и та же самая личность. здесь женщина говорит, что царь привел меня в свои объятия, в свою спальню, да. Мы читаем в другом месте, она сама себя спрашивает, скажи мне, что хочет мое сердце? Хочет ли мое сердце истинского пастыря или же земного пастыря? Она говорит и общается с пастырем, который неправильный, который земной, друзья. Поэтому Соломон, он не был пастырем в сердце. Я верю в это. Я верю в эту пророческая история любви, друзья, о том, чтобы мы призваны для того, чтобы любить Бога. Мы призваны для того, чтобы любить Христа и говорить Его Слово всем людям, друзья. Мы должны понимать, что Бог всегда называет его невесту как моя любимая, как моя одна и любимая, друзья. Мы можем это все видеть в других местах Писания, да? Говорится о том, что моя любимая, она открыта для меня, и она слушает меня, и она моя. Он говорит, вот, ты получила мою любовь, и я стою за тобою, и я тебя защищаю. Вот это очень-очень интересно, друзья. Библия говорит, чтобы мы откровенно шли за Богом, чтобы мы откровенно искали Христа. Мы дальше читаем. Невеста говорит, мой любимый проговорил, да? И потом говорит, и он сказал и проговорил ко мне, иди за мною. Здесь говорится о том, друзья, что она еще раз старается выбрать за кем идти, друзья дорогие. Интересная вещь, я хочу, чтобы вы увидели, что невеста, она должна понимать, что Бог, он никогда не спит, никогда не спит, он всегда стоит на страже. Мы читаем дальше, она говорит, я позволю ему меня поцеловать, поцелуем его, потому что твоя любовь лучше, вино, из-за твоего великого помазания, твое имя, оно как помазание, которое изливается на меня, и поэтому девственницы любят тебя. Видите, здесь такие слова, друзья, вот, здесь говорится о том, чтобы, она просит, выбери меня, выбери меня, и подойди ко мне, и много раз, друзья, она говорит о том, что и другие люди бежат за тобой, вопрос в том, друзья, что, она знает, кто я сцарь, она знает, что царь призвал ее в свою спальню, и потом она говорит, мы, не я, мы будем радостны в тебе. Она не говорит к царю, она говорит, мы будем помнить о тебе. Мы, то есть, те, которые истинны в слове твоем, которые идем под словом твоем, мы будем, мы будем помнить твое слово. То есть, дело в том, что Библия говорит о хорошей и позитивное имя лучше, лучше, чем что-либо другое в этом мире. Мы считаем дальше, что говорится о том, что Господь приходит в жизнь человека, говорит, я возлюбил тебя любовью вечную и даровал тебе спасение мое. И Библия говорит, что вы найдете милость в Боге и будет вас спасение мое. Библия говорит, посмотрите на меня и будьте те, которые идут за моим словом и по моим стезям. Библия говорит, пойте во славу его, дайте ему хвалу, то есть, Богу нашему. Мы должны понимать, друзья, что пастырь, он имеет величайшее имя. И мы знаем, что невеста, когда она женится, она принимает его имя также на себя. И мы смотрим даже в Еремии, да, и в эти дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить в радости, и это имя будет названо именем Бога. То есть, здесь Бог говорит о том, что Израиль будет Божий из-за того, что она женилась на Боге, то есть, она идет за Богом, друзья. Мы дальше читаем Висайи в четвертой главе, что в этот день будет семь жен, которые будут искать за одного человека и говорить, что «О, мы хотим быть свободны, но просто называется по твоему имени». Это чтобы забрать наши проблемы и чтобы мы были свободны и радостны, и чтобы все было хорошо. Друзья, посмотрите, что люди хотят, чтобы их называли по его имени, чтобы они были свободны от проблем. Мы знаем, что Мессия, Он есть Бог, да? Я верю, что невеста, она хочет, чтобы земное царство было забрано от нее, чтобы она была свободна стареум. Мы дальше читаем Хусея, 11 глава, да? Когда Израиль был еще человеком, я любил его, я призвал его, и я освободил его. Люди отдавали жертвы Ваалу, но я приходил, чтобы их спасти. Я хотел вернуть их обратно на путь истины. Я их приводил в повиновение себе. Я их наказывал, я им показывал истинную правду, и они все равно отходили от меня. Я был тот, который стоял между ними и пропастью. Бог подходит к нам. Бог нас любит. Бог нас любит. Посмотрите, как она все отвечает. Потом мы читаем дальше. Я есть Бог, и я хочу, чтобы ты принимала мое имя, да? Дальше мы считаем, я говорится о том, что женщина говорит, что я черная из-за того, что солнце посмотрело на меня, а сыновья моей матери были в гневе на меня. Не интересно ли это? Столько людей сегодня хотят поставить вину на других людей, а не на себя. Посмотрите дальше, друзья. Когда она говорит, что я черная, да, покрывала, мы дальше читаем, что после того, как Соломон был царем, Соломон привел весь Израиль в конце своего царства для того, чтобы поклоняться природе, а не Богу, друзья. И вопрос в том, почему люди начали отходить от Бога. почему? Потому что разруха пришла в их жизнь. Дело в том, что Израиль был далеко от Бога и поклонялся другим богам, друзья дорогие. Мы читаем, что невеста была в Соломоне и она говорит, где ты заботишься о своих овцах, почему я должна быть частью твоих овцов, почему я должна уйти за тебя. Здесь она говорит, что она его любит, но она не знает, что он делает, чем он заботится, да? Она не важно, что он делает, она просто хочет быть с ним все время. И потом она говорит следующее, если ты мне не скажешь, тогда я пойду к кому-то другому. Она так говорит все это. Здесь у меня есть такая картинка Соломонского замка, и вот там выше там есть Соломонская спальня, и он говорит, что все женщины Иерусалима, я их приветствую в моем месте, да? Но позвольте мне вам сказать, друзья, где Библия говорится о шатрах Кедара, они всегда были черные, потому что из-за того, что были люди, которые поклонялись Солнцу. Интересно то, что женщина пришла к Соломону, теперь хочет, чтобы ее спасти, чтобы она ушла. И она говорит, что я люблю, я люблю тебя, я люблю быть с тобой, ты пастырь, я хочу переписываться с тобой. То есть она говорит, что я люблю этого пастыря, но я не знаю ничего о том, что он делает. Дело в том, что люди много раз говорят, что мы любим Бога, но они ничего не знают о Нем, друзья, в этом проблема иногда. И посмотрите, друзья, что как дети Иерусалима отвечают ее и говорят, если ты не можешь принять решение, тогда посмотри вокруг тебя, посмотри на других людей вокруг тебя и прийми решение, кого выбрать, за какими следами идти, за Богом или за землей. Друзья, в этом то и дело, чтобы мы и шли за Богом, и шли по Его следам, и тогда мы придем в полноту доверия, друзья. Теперь, смотрите следующее, Луки 16 глава, 8 стих. Дети этого мира, в их поколении, они намного умны, чем дети света. и то же самое с детьми Иерусалима. Люди намного умнее, чем даже сама невеста. Вопрос в том, друзья, кто такие дочери Иерусалима? Кто-либо знает, кто такие дочери Иерусалима или что-то означает? Кто из вас знает о том, что Библия, она всегда себя объясняет? Это настолько легко понимать ее, когда мы позволяем Библии это сделать. Дело в том, что Иерусалим не только имеет дочери, а Иерусалим также имеет сестер. Мы читаем из Иекииля, 16 глава, 1-й под 3-й стих. И опять Слово Божие пришло ко мне и сказало, иди в Иерусалим и покажи ему нечистоту. Твоя рождение было великой трагедией, потому что ты вышел из земли Хананской и Амарейской. Кто был первый, кто создал город Иерусалим? Амареец. Кто такой Амареец? Это террорист буквально. Помните, друзья, мы читаем, что во время Мелхисадека это называлось Сейлем, а потом это называлось Джейбус, и потом это место называлось с Иерусалимом. То есть, если мы придем назад, в прошлое, это то, что эта земля была куплена и продана людям, которые в то время были не верующими, не Божьими, которые были язычниками и далеки от Божьего народа. и мы считаем, что оригинально люди, которые основали Иерусалим, город, который позже стал Иерусалимом, они не были оригинальными людьми Израиля. Продолжаем. Посмотрим Иезекииля, 16 глава, 45 стих. Он говорит Иерусалиму, что они так же, как их мать, они как террористы. Вы, как ваша мать, да, вы сестра вашей Самарии, как Самария, которые разбили своих детей и своих мужей. То есть, друзья, если мы посмотрим на карту, да, вот здесь Иерусалим, выше Самария, ниже Содом, и они названы ее сестрами Иерусалима, которые дочери, которые это города, которые пришли из региональных городов Содома. И Самария также имеет детей, Иерусалим имеет дочек. Если здесь говорится о дочках, да, это маленькие такие города, которые были начаны, зачаты от людей, которые пришли из Иерусалима. поэтому здесь говорится о том, что ваша старшая сестра это Самария, которая живет со своими дочерями, это маленькие города вокруг Самарии, и здесь говорится о вашей сестре, которая ниже, ниже, чем Иерусалима, это Содом, и ее города маленькие, которые вокруг города. Если мы поймем песню песней, которая говорит о дочерях, это маленькие города, а не люди, это города вокруг Самары, Иерусалима, и Содома, понимаете ли вы? Хорошо, мы об этом будем говорить в следующую неделю, мы немножко раньше закончимся, потому что у нас будет ланч, и еда, очень-очень хорошее время общения. Давайте мы встанем и закончим с молитвой. И будем идти на еду. И будем еще больше об этом читать в следующую неделю. Хорошо. Наш царь Бог, благодарим Тебя. Мы и Тебе поклоняемся, мы ищем Тебя, Отец, благодарим Тебя, что Ты хочешь нас благословить, Ты хочешь дать нам имя свое над нами, Ты хочешь провести нас в победе, как Ты сказал нам, чтобы мы делали так, по Твоему Слову. Пусть Господь благословит тебя и держит тебя, пусть Он повернет лицо свое к тебе и даст тебе мир. И все сказали Аминь. Аминь и Аминь. Аминь и 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 А